Всем привет! С вами Дмитрий Побединский. Я рад приветствовать вас на канале Кверти. И сегодня мы будем говорить о невесомости. Как вы думаете, что общего между космической станцией, центром Земли и падающим лифтом? Ну, кроме того, что там долго не живут. Оказывается, во всех этих местах вы будете ощущать невесомость. Но что же это такое? Это не когда вы просто висите в воздухе, как в аэротрубе или на стропах парашюта. В невесомости все части тела теряют свою тяжесть. Легкие не давят на желудок, желудок не давят на кишечник, ну и так далее. Очень необычное ощущение, многим даже кажется, что они висят вверх ногами. И мы привыкли к тому, что это удел только лишь космонавтов. Но нет, на самом деле каждый может побывать в таком состоянии. Давайте же посмотрим, какие есть способы почувствовать невесомость. Все, выключаю эффект. Пожалуй, самый сложный, но интересный способ оказаться в центре Земли. Серьезно, представьте, если вы начали рыть глубокий-глубокий колодец. Сила тяжести, действующая на вас, будет уменьшаться. Ведь если мысленно разделить планету на кусочки, как дольки апельсина, то вы будете гравитационно притягиваться к каждой из них. Но по мере продвижения вглубь планеты, направления сил будут меняться, и они частично начнут компенсировать друг друга. В самом центре все силы будут полностью уравновешены, и суммарная сила тяжести будет равна нулю. Так что вы реально окажетесь в невесомости. Конечно, вряд ли так получится сделать. Это возможно только теоретически. Так что перейдем к реальным способам. Вообразите, что вы находитесь в обычном лифте. Если он начнет падать, вы окажетесь в невесомости. Серьезно, если вы будете падать не в нем, а рядом, то тогда полет будет синхронным. Ну, если не учитывать сопротивление воздуха. Ну, а если вас поместить в кабину, то ничего же не изменится. Вы будете падать с одинаковыми скоростями, поэтому нет ничего удивительного в том, что вы сможете зависнуть относительно стенок кабины. То же самое можно сказать и про все органы тела. Они будут падать с одинаковой скоростью, не будут давить друг на друга, и вы не будете ощущать их вес. Но в такой ситуации даже не пытайтесь подпрыгнуть в момент приземления, ну, чтобы остаться в живых. Это провальная идея. Ведь посудитесь сами, подгадать момент приземления практически невозможно. Ну, только если вы не победитель битвы экстрасенсов, конечно. К тому же скорость, которую человек может развить в прыжке, около 10 км в час. А скорость лифта при приземлении, например, с 17 этажа, около 90. Так что никаким прыжком вы не погасите такую огромную скорость. Единственная рекомендация – принять горизонтальное положение. Ведь вертикально вы рискуете сломать позвоночник, ноги, а горизонтально – ребра. Ну, вроде как меньшее из зол. Но в любом случае не стоит так бояться лифтов. Ведь современная техника и средства защиты от падения очень надежны. Поехали дальше. Орбитальная станция. Вообще, с физической точки зрения, она движется так же, как падающий лифт в свободном падении. Единственная разница – она падает не вертикально вниз, а как бы вбок. Ракету нужна не только для того, чтобы закинуть ее повыше, где нет сопротивления воздуха, но и для придания ей огромной скорости. Благодаря этому станция падает вбок настолько быстро, что постоянно улетает за горизонт, проскакивает планету, ведь она же круглая. И, в отличие от лифта, никогда не достигает ее поверхности. Ну, если все хорошо рассчитано. Так что космонавты оказываются в такой же ситуации, что и человек в лифте. Они синхронно падают со станции и могут висеть относительно ее стен. Удивительно, но невесомость не подразумевает отсутствие силы тяжести. Она по-прежнему действует на космонавтов и ничем не компенсирована. Только в данном случае она никого не вдавливает в пол. Такой способ побывать в невесомости самый эффективный, но и самый дорогой. Придется заплатить более 30 миллионов долларов. Следующий способ. Как вы уже поняли, самое главное – это свободное падение. И представьте, если я буду великаном, возьму нашу несчастную кабину лифта и кину под углом к горизонту. Она полетит по параболе, но все, что находится в кабине, тоже будет двигаться по параболической траектории и окажется в невесомости. Причем достигается это состояние на всем пути и при полете вверх, и в высшей точке траектории, и при полете вниз. Используют этот принцип самолета для тренировки космонавтов. Они задирают нос вверх, разгоняются, выключают двигатели и начинают двигаться по параболе. Ну, словно их бросил огромный великан. Длится такая невесомость около 25 секунд. И за вылет совершают более 10 таких подходов. Стоит это около 200 тысяч рублей. Но есть и бесплатный способ ощутить невесомость. Просто подпрыгнуть. Серьезно. Прыгаете вы вертикально или под углом. Неважно. Самое главное, пока вы находитесь в воздухе, вы ничего не весите. Конечно, этому мешает воздух. Он создает ощущение полета, а не зависания. Ну и к тому же на больших скоростях сказывается его сопротивление. Но все равно это реально просто. Можно усилить эффект. Прыгнуть из стратосферы или на Луне. Ну, или же с трамплина на мотоцикле или БМХ. Да даже просто. Прыгните с тарзанки или на батуте. Гарантирую, немного невесомости вы почувствуете. Так что не сидите дома. Отдыхайте активней. Ведь даже на долю секунды, оторвавшись от Земли, вы становитесь немножечко похожими на настоящих космонавтов. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. И спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok